Наше заседание, коллеги. 68-е чтение, посвященное памяти Валентина Саныча Доггера. Традиционное мероприятие, собирающее всегда разное количество народов в последние годы, но теперь у нас подключается онлайн-аудитория, аудитория внешняя. И в любом случае, каждый год для капитала, я считаю, для факультета, это мероприятие важное, знаковое. Ну, прикиньте, 68 лет без перерывов оно проходит. И на этом мероприятии, у нас, кстати, разные форматы бывали в последние годы. Я посчитал, 23-й раз я выхожу на трибуну открывать, это ужас какой-то, открывать Доггеревские чтения. Значит, что бы я хотел сказать прежде всего? Там в программе есть вступительное слово, но можете расценивать это как вступительное слово. Во-первых, то, что за последние вот эти 20 лет мы все время прощались с людьми, которые непосредственно слушали Валентина Александровича, учились у Валентина Александровича. То есть вот те свидетели, которые доносили до нас то, чему учил Доггель, и как формировались вот те школы научные, в основе которых, во главе которых стоял Валентина Александровича. И в этом году, я думаю, что мы должны сказать тоже, что еще одного человека мы потеряли. Кстати, неизменного слушателя Доггельевских чтений – это Елена Дубинина. И фактически, да, вот сейчас уже живых свидетелей, которые бы учились у Доггеля, ну, почти, скажем так, не осталось. И это увеличивает нашу ответственность, как бы, да, перенесение вот всего того запаса и научного, и педагогического, который формировался тогда. Да, Елена Семеновна умерла еще в прошлом году, прощание с ней было в конце декабря, насколько я помню. А так она и на прошлых чтениях она тоже присутствовала, и это, конечно, важно все. Когда я начинаю вот размышлять о том, как мы оцениваем, ну, раньше я всегда говорил, научные направления, которые до Гильды обстал, мы их все хорошо знаем, и они отчасти сейчас тоже продолжаются на кафедре в Зоологическом институте. Ну, вот последние где-то 2-3 года я больше еще стал обращать внимание на то, что Валентин Саныч начал заведовать кафедрой в 1913 году, теперь нужно уточнять. То есть до вот той революции еще, и, соответственно, с кафедрой он прошел и ту революцию, и то, что было перед ней, и особенно то, что было после нее, вот эта гражданская война, и то, что было после этого еще, может быть, более страшное, когда отдельные сотрудники просто исчезали с кафедры, и Великая Отечественная война, и то, что было после нее, вот этот период, и эвакуация, и организация крупных учреждений в других местах вот в это время. И вот я все время думаю о том, как одному, один человек, ну, он, конечно, был не один, да, у него тоже была какая-то команда, какая-то команда своя, но как он воспринимал вот все то, что проходило, происходило вовне, понимая, что что бы ни происходило, вот существует кафедра, и существует вот это вот научное развитие, и уже существовали научные школы, вот, мне кажется, особенно это сейчас еще раз важно подчеркнуть, когда мы тоже находимся на каком-то перепутье, и думаем о том, как мы будем развиваться дальше, и как наука будет развиваться дальше. Ну, это вот что касается, что касается таких общечеловеческих, что ли, вопросов. Второе, то, что я говорил всегда, вот у нас, значит, в Валентин Сан создал фактически три направления, направления, которые много лет на кафедре патологии беспозвоночных, в рамках которых работали научные группы, и сейчас я понимаю, что мне труднее и труднее бывает вписывать современную тематику и современные доклады в рамки этих направлений. Еще в нулевые годы я говорил, ой, мы следуем Валентину Александровичу, сегодня у нас протестологическая повестка, а сегодня у нас там прозитологическая повестка. Сейчас такое не получается, поскольку наши работы, они становятся немножко другими. Там есть элементы и того, и другого, и третьего, но проблематика-то расширилась, и, естественно, расширилась методическая база очень сильно. И вот даже сегодняшняя программа, которая у нас, эти вот те доклады, которые будут звучать, это, можно сказать, протестология первый доклад, но там же и палеонтология, там же молекулярная биология, молекулярная генетика, сказать точно, что это относится к какому-то из таких традиционных направлений достаточно сложно. А по второму докладу тоже, это что, клеточная биология, популяционная биология, эволюционная биология, молекулярная биология есть и методически тоже, да, это вот все такое расширение. Я просто хочу сказать, что мы ставим иначе уже сейчас задачи, ну, вы не любите, может быть, я все время повторяю эти слова, интегративная биология, вот мы занимаемся интегративной биологией, расширяя не в узком смысле, коллеги-таксономисты, интегративная таксономия, о чем мы тут спорим, а вот именно в широкой проблематике. Ну, собственно говоря, еще одно и последнее, наверное, чтобы долго не занимать, одна из традиций догелевских чтений была, вероятно, первая, первая, насколько я знаю, первая, это представление на догелевских чтениях работ, которые созревают, подходят к уровню докторской диссертации. Я считаю, что в этом смысле сегодня мы просто попадаем в точку, возвращаемся к этим самым истокам, и я бы сегодня, я рад сегодня представить две работы, которые, безусловно, подходят уже к этому уровню, и мы можем их расценивать как будущие докторские диссертации, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут уже даваться и защищать, защищаться, не сами защищаться, а с помощью наших актов. Итак, первый номер нашей программы – это доклад Алексея Владимировича Смирнова. Доклад я сейчас не воспроизведу сразу, но он будет здесь, в смысле, название доклада. Сейчас прозвучит, Алексей Владимирович, пожалуйста. Регламент у нас сегодня от 30 до 40 минут на одно выступление. Перерыва не будет между двумя выступлениями. Ну, а, кстати, одна характерная особенность, которая была на прежних догимовских чтениях, чтениях не было вопросов обсуждений. Вот так повелось. Я не знаю, почему, может, перевладим, узнаем, с чего это взялось. Мы эту традицию преодолели, поэтому я призываю вас задавать вопросы авторам, и, может быть, даже коротенькие обсуждения мы тоже включим в программу. Даже классный формат, как вы, в самом деле, докладчик. Мне не докладчика не учитывается. Алексей Владимирович, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое за возможность выступить и еще раз пытаться поговорить о революции и базоре. Сейчас, Игорьич, говорю, по статистику, да, то мы тут только что подумали, что, кажется, недавно мы что-то такое слушали. Вот этот недавний, да, 20-й год в Академии, и еще до ковида на кафедре, на тему, как быстро бежит время. Я сегодня еще раз хочу заставить внимание на… Так, это у нас уже развалилась колонка. Извините. Собственно говоря, так, в зале ожидания, там, как бы, куча народа, кто руководит. То есть, вторая часть названия доклада, вот, который «The Environment Selects». Дело в том, что эволюция не только либазоев, вообще эволюция протихтов в последние годы, и, собственно, эту фразу уже говорил, с тех пор ничего не изменилось, это такой-такой стихический коль в вакууме. То есть, последние, наверное, уже лет 10, если не 15, инвизируются только филогенетические деревья. Ничего другое вообще не интересует. То есть, люди увлечены в серьезных больших статьях, а их много выходят, обсуждают конфигурацию дерева, только конфигурацию дерева. То есть, кто от кого, как бы, где больше поддержки, какие возможные связи и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно говоря, вопрос о том, что эволюции живут в окружающей среде, помните, знаменитую фразу, что «это там изменчивость предоставляет материал, соответствует его окружающая среда», по-моему, Элли Смит, да, как бы. Соответственно, как бы, вторая часть, она, пожалуй, последнее, кто учитывал, от Каваля Смит в 2016 году, он сказал эту фразу о том, что «the best way to understand the evolution of events is by coherent synthesis». То есть, как бы, Ахмарит, нужна всю совокупность данных, которая вам доступна. И только на основе, когда сделать какие-то выводы. Вот о том, что сегодня поговорим. Ну, сначала такое, довольно традиционное произведение, как бы, для тех, кто не очень занимается этой тематикой, что такое вообще Анябазоя, хотя, опять же, думаю, что уже присутствующие все это, как бы, знают, научились за многие доклады, да, что это, так называемая, супергруппа, панофилитическая оклада, которая, как бы, является текстом рукой Кабазоя и включает в себя ошибку панофилитических ветвей. Я, конечно, пытался сделать вот такую вот схему, вот, то есть это Туболинея и Дисказея, собственно, то, что мы называем амебами, и амебопротусы – это именно Туболинея. Потом Кутазея, Вариазея и Архамеба. Архамеба – они же пилобионты, пиломиксополюсты, если их же с ней, и эомицитозоя, которые традиционно делятся на три группы, хотя она самая маленькая группа Тастелия, а в страшных двадцати видах. Она вся разбежалась под людьми, тянется от генетического дерева. Что их объединяет? На самом деле практически ничего. Группа крайне разнообразная. То есть там амебодные представители, там и жгучковые представители, там и те, кто могут трансформироваться, там и плазмогиальные формы, там и огромные сечные одноядерные клетки. И, в общем, практически все, что можно придумать на эту тему, амебозоев встречается. А для этих, пожалуй, иногда вещи, как амебозиновые движения, так называемые амебодные движения. Вот это такой уникальный механизм вырубчивости амебозоев, который во всей этой группе так или иначе присутствует. То есть, конечно, потом уже в так называемых кроманных ветвях, как бы верхних ветвях, есть различные отклонения, снова появляется как амебодный скелет, как бы там разные вещи появляются. Но базово все равно. Базовый акт амебиазин. Вот, собственно говоря, вопрос, откуда это взялось? Это, по большому счету, остальные вопросы с эволюцией амебозоев. Ну, понятно, что рассуждать об этом стали давно. Я так помню, 2003 год, на самом деле, даже раньше Кавалес-Мит, вот тоже неугомонный Кавалес-Мит, предложил называемую гипотезу юниконта. Это уже история, но тем не менее, что весь мир делился на биконт, то есть, как бы, те укрёты, которые исходными ли два жгутика, и юниконт, которые исходными ли один жгутик. И юниконтам исходным предполагалось что-то вот такое, вот это фаланстериум. То есть, жгутикарный, с витаяющим фикстратой, с одним длинным жгутием, который им бьет, и имеющий очень своеобразный скелет. Вот такой вот ком микротрубочек, идущий от кемитосовывания, из рака ручных бутев. Ну, и еще, как бы, у многих представителей, как бы, ряда функциональных перешков. Вот примерно вот такая вот система, которая, в общем, довольно логично, как бы, аргументировалась, как одна из первичных, но проблема состояла в том, что когда на самом деле, это же 2009 год, это Роджерсон и Симпсон посчитали, сколько на самом деле перешков, как бы, кинет особо у юниконта, и у биконта получилось интересно. То есть, видите, да, у биконта все нормально, там везде два. Ну, конфигурация дерева сейчас, понятно, уже другая, как бы, но, тем не менее, по базе ничего особо не изменилось. А вот у юниконтов во многих случаях тоже два. У бреверат вообще два, как у мецитозоев либо один, либо два, у всех эпистаконтов два. Ну, действительно, есть группы, у которых один из юниконтов, а у некоторых они вообще утеряны. Лобозный хамеб ноль, а хамеб ноль. Кстати, говорят, это странно, что он так написал, потому что там жгутиковые формы есть. Один или ноль, скорее всего, нужно делать читать. То есть, возникает вопрос, да, что, собственно говоря, что такое юниконта. И дальнейшее развитие всего этого филогенестики, филогеномики привело к пониманию того, что на самом-то деле исходных юниконтов нет. То есть, юниконты вторичные, это юниконтная организация. А исходной вариант организации было что-то вот такое. Жгутиконосты, которые называются, влияются по систематическому названию, гитковаток. То есть, вот такие вот маленькие жгутиконосты, которые ходили, жгутик проходят под клеткой назад, а второй вперед, и он вот так как бы при движении, скорее движение клетки, ну, как загребает немножко. На животе вот такой вот гитоконост на вентальной поверхности приборе и корректном, как бы бороздку, в которой проходят жгутик. И, как считается, некоторые группы, они соберем выпускать псевдополия. Небольшие псевдополия для захвата добычи. Вот такая вот как бы исходная конструкция. Аргументированная очень просто. У них довольно сложный набор корешков, здесь обозначенная. Этот набор очень большой, их много. И вот такой набор корешков, который показывает, добычный набор корешковатый, причем можно найти в основании каждой крупной группы элкариотов. Поэтому, исходя из этого, опять же, понятно, что я объясняю очень кратко, буквально как бы касаться в верхам, тем не менее, самые главные принципы. Исходя из этого, мы полагаем, что фрегментация, скорее всего, может быть первичной. Вот как пишет, как бы, Тюльн и Гебурки в 2019 году, might be ancestral. Ну, окей, хорошо, аргументов много. Это единственные аргументы, которые я сейчас разложил, но, тем не менее, приходится принимать пока скорее всего так. То есть, скорее всего, все-таки Беконт. Понятное дело, что Коварий Смиттер тут же подхватил, собственно говоря, даже несколько раньше, чем это пошло широко, как бы, да, и предложил свою гипотезу, которая называлась Сулькозова-Нанцестра. В 2016 года знаменитая статья о эволюции Укариот, которая была создана, собственно говоря, группа Сулькозова. Он предполагал, что Сулькозой, Сулькозова-Нанцестра, например, что-то вот такое, похоже на древних эскават. То есть, что все группы поделили все организмы сразу как бы на эскаватную организацию и в длиннозойную. Но мы эту часть обсуждать не будем, понятно, это слишком много. Вот эта часть нас интересует. И что исходником, называемого Лака, Лат-Эмбазон-Комананцестра был небольшой жгутиконосец, колячик на вентральном жгутике и из вентральной бородки возлющая псевдоподия. И перед ним жгутиком, создающий некие токи воды, подносящие к нему добычу. Сулькозо-Нанцестра, слово будет дальше часто звучать. Вот такая вот базовая конструкция, из которой все шло. А что дальше? Ну, понятно, что традиционно-эволюционные представления, на самом деле, что на самом деле для меня как бы не очень чьи, но тем не менее, это так строится на потеях. То есть, традиционная какая-то вот такая конструкция, что сначала появляется очень сложная организация, которая потом вторично утрачивается в разных группах. Ну, вот эти лимбазонцы это предполагали, что вот, да, есть вот такой вот с указанного нанцестра жгутиковой, а потом он терял жгутики в разных группах. И на самом деле это очень хорошо работало. Дело в том, что филогене самих лимбазонцев очень долгое время, в годе, в 16-й год, последние работы, и вот это мультигендное филогене, разбивали всю группу на две больших клада. Лобоза и Коноза. Вот они тут обозначены. А где курсор? Вот курсор. Лобоза и Коноза. Лобоза – это тубулинея, и, сказая, собственно, лобозные амены. Тем, кто жгутиков нет, вообще ни у кого, никаких представителей. То, сделаю маленькую такую ремарку, очень часто сейчас работы современной ссылаются на работы с шауденом по трехосфериуму. Говорят, что вот да, у того есть жгутиковая стадия в жизненном цикле. Оригинал работы пришлось просмотреть, с большим трудом перевести с помощью оригинальных стратегных немецких спикеров тому сейчас нужный язык. В общем, судя по всему, получается, что это, скорее всего, не так. Шаук работал просто в аквариумах. И то, что он наблюдал, он не вел культуру, он наблюдал на стенках аквариума в стадии жизненного цикла трехосфериума. И в гутиканусе, в которых я написал, это могло быть вообще что угодно. Это кто-то мог заселить, это кто-то мог просто приплыть. То есть, в общем, короче говоря, фрагменты доверять нельзя, аргумент принимать нельзя, по крайней мере. Поэтому четко говорим, пока что ни у кого нет. А вторая группа, коноза, там почти у всех есть в той или иной форме жгутик. И получается очень красиво. Смотрите, очень простая и логичная схема. То есть, все они базовые делятся в лобоза и коноза, при этом лобоза жгутики утеряли, окей, хорошо, утеряли, да, а коноза сохранили. И потом, в количестве в отдельных ветвях лохомерков и вариазей они теряли по одной химитосоме и становились униконзами. Вот примерно так. Это вот примерно до 16-17 года. То, что Кавалер Смит как бы все время популяризовывался в своих статьях и своих докладах. То, что зачастую принимали как бы целый ряд других исследователей, но те, кто не принимал, говорили просто, нас здесь нет, и на самом деле ничего альтернативного не предлагали. То есть, примерно вот так вот получалось. Но дальше пошла филогеномика. Причем уже большая масштабная филогеномика. Это когда уже многие сотни генов, как бы огромные алайменты. Вот в этом дереве, в котором есть статьи как бы группы Мата Брауна, 80 видов амимбазоев, то есть уже хороший таксон сэмплинг, который показал, что самая конфигурация такая не получается. То есть, дикотомия лобоза и коноза, она не подтверждается. Более того, в принимательной анализе вы знаете, что вообще все интересно, что она подтверждается как бы большим количеством СССР деревьев. То есть, это не вчера все началось. Затарская геновая должна коволисть МИД, потому что в этом году он про это пишет прямо. То есть, оставили много работ, которые дикотомия не показывает. Получается другая схема, которая вот была показана в работе Канга, стартная собственная группа, мы это брали 17-го года, и которая в общем воспроизведена была в работе нашей СССР в 1922 году. Последние ветвления. То есть, на самом деле, как самая поганая в гадской интерпретации, потому что нет укла. Ветви ветвляются одна за другую. И что тогда получается? Получается, да вообще плохо. Тогда приходится подполагать вот такую вот схему. То есть, вот были некие предоками Базоев, Дружбутиковой, которые дальше все утрачивал, утрачивал и утрачивал. То есть, обе кинтасомы и вообще все в тубльных дисказеях, а потом по одной в кутазеях, но группы кутазея не было у Квалифин, потому что вообще не было в те времена эта самая молодая группа. Потом у Мариазей, потом у Архамед, и то, кроме цитозоев, в некоторых группах в качестве стадии жизненного цикла он сохранил в Жгутиковой организации. То есть, получается, на самом деле, такая довольно натянутая схема. Потому что вопрос в том, как бы, что, во-первых, а где предковая форма, осталась, а вопрос в том, что это очень сложная схема утраты. То есть, тогда как бы, как группа эволюционировала то? То есть, как я всегда говорю, а где прогресс? Если сплошной регресс, утрата как Жгутикового парата и всего с ним вместе связанного. То есть, мы понимаем, что это вопросы спорные, то есть, тут можно отматривать с разных точек зрения, но это такой некоторый заход. Но приходится предполагать гораздо более сложную эволюционную схему. И по этой причине давайте посмотрим, что мы имеем на самом деле в качестве предка еще раз. То есть, можно посмотреть на схем под другим углом. Только козойный предок. Небольшой жгутиконосец. И он небольшой, не просто. Так что объясню, почему. Дальше. А вот, что доходит из вентральной бороздки. Предполагается, потому что никто этого не видел, понятно, никто не видел с указовой нанцестера. Питается на бактериях, ну, скорее всего, питается на распоренной органике, рост. Потому что все время поскольку он скользит, находится он вблизи биохимических микробных матов, где этой органики очень много. Ну, приходит ловиться предположить, почему нет. То есть, вот такая вот штука. А вот дальше, давайте посмотрим с другой стороны. А где он, собственно говоря, живет? И что было вокруг него? Вот ты сам же environment selects. Какой же environment его отбирал? Наверное, прежде всего, вообще о том, когда все это началось. То есть, опять же, понятно, что группа, не оставляющая ископаемых остатков, датировать очень сложно. То есть, фактически, как бы, если нет реальных остатков, приориентировки не это будет, не может. Все, что можно использовать, это мы используем молекулярные деревья. То есть, какую-то калибровку молекулярным деревьям. Ну, а любозглавную калибровку можно паракуным амебом. Там 700 тысяч лет, действительно есть 740 тысяч лет, действительно есть хорошие ископаемые остатки, которые вполне узнаваемые. Ну, еще несколько калибровочных точек. В 2013 году работа, как бы, это работа Питт Паласиаса с авторами, на самом деле, я понимаю, это группа Сандра Балгау, дает примерно такие датировки. То есть, средний протерозоль где-то миллиард, 200 миллионов лет назад. Это точка, где, скорее всего, возникли клады. И на самом деле датировки очень неплохо бьются, потому что есть несколько работ, которые используют разные методы анализа, то есть, разные вальситации молекуриарных часов, в котором, понятное дело, очень много вопросов, но тем не менее, как бы, в общем, видите, получается, что, в общем, на самом деле, ну, плюс-минус, и калибровка бьется. То есть, примерно, можно полагать, ну, хорошо, наверное, где-то там, тем более, что на самом-то деле, это время возникновения и кучи других крупных групп протестов. То есть, там-то где-то альвеолято и другие группы, все примерно там же. То есть, некий такая вспышка разнообразия, вспышка эволюционная, как бы. И опять же, недаром все это произошло. А второй момент вот здесь, вот он, это строматолиты. Что такое строматолиты, да, как бы, это ископаемое остатки микробных матов, которые образовывают такие физические структуры слоистые, там самые разные варианты встречаются. И некоторые строматолиты дожили и до наших дней. Вот примерно вот так вот это выглядело. Вообще, на самом деле, среди пропирозои, пропирозойская эра, это такая сложная штука, она очень длинная. Грубо говоря, вот я специально сделал, вот ее начало, а вот ее конец. Понятно, да, как бы. За это время появилась огромная эволюционная дистанция. И вот среди, потому что интересующие, это вот этот вот период. То есть, это период, когда основную часть мелководных морей и первичного океана занимались на самом микробномат, а больше ничего и не было. Вот это вот, смотрите, это не просто рисунок, это 35-м международный геологический конгресс, спорта, азорская земля, это их официальный рисунок, который был на обложке сборника «Тезис». Более того, вспомним другую, конфигурация материков. Земля-то была совсем другой в те времена, да? И вот эти вот огромные мелководные участки, вот эти мелководные участки занимали микробные маты. То есть, чему я веду? Я к тому веду, что микробные маты тогда были практически доминирующим пейзажем, больше ничего не было. Я говорил, что из них кое-что дожил в наши дни и вот знаменитая «Шарк-бэя» Кулибунха в Астралии. Одно из последних примеров современных строматолитов. Вот там вот ровно то, что видели на рисунках. А вот ископаемые строматолиты, ну, целый ряд как бы рисунков, да, видно вот слоистая структура характерная, это настраивающиеся микробные маты, которые как бы при волнении застыпались песком, погибали под ним, нарастались новые, и процесс процесс повторялся как бы многие сотни лет. Они бывают огромных размеров, это метры. А вот сам микробный мат. Фотография современного микробного мата на срезе. И верхний слой его зеленый. Верхний слой его зеленый, потому что это цианобактерия. Микробный мат на самом деле сложная структура, это не просто биофирм. Какая-то основания полагать, что протозойские маты были гораздо проще, потому что есть уже работы, которые называют видовое разнообразие цианобактерий в организмах, то есть в современных насчитываются сотни буквально разных групп, которые формируют сложные геохимические циклы. Разные бактерии, там же и цианобактерии, там же и культурные серные бактерии, там чего только нет. То судя по всему, как бы подразвольские маты и вообще маты как бы того периода доминировались одним-каким-то или двумя видами. Из-за какого-то были цианобактерии. Максимум, который зашли, это вот несколько десятков. То есть система была попроще, но тем не менее. Какие-то геохимические циклы она крутила. Опять же, видите, вот срез, вот этот вот сантиметр, вот слой цианобактерии, вот пурпурные серобактерии, которые под ними находятся, потом зеленые серобактерии, а потом уже черный слой, собственно говоря, там, где сероводород. То есть это довольно сложная вещь. Микробные маты это цианобактерии. Цианобактерии – две вещи. Это а, кислород. Помните, кислородная катастрофа, как бы все это не связанное, как бы, то есть начало фотосинтеза. И б, это еда на самом-то деле, да. Но сулькозорный анцистер, он был маленьким. Вот, собственно говоря, размеры его, размеры, смж ботиконосцев, как бы, эти группы, сквадж ботиконосцев, примерно в масштабе километра цианобактерии. Понятно, да? То есть ситуация достаточно тяжелая, ползает по еде, но съесть ее не может. И это на самом деле не просто так. Вот смотрите, вот справа статья, диаграммы, да, как бы, это размеры пищевых частей с огромными жботиконосцев. И все вот эти вот мелкие, жботиконосцы, мелкие группы, даже современные, это все равно 5, 6, 10 микрон, не больше. То есть очень мелкие пищевые частицы. Почему такой мелкий? По одной простой причине, потому что и плавать было нужно. Есть такая штука числа Рейнельса. Честой Рейнельса, это, собственно говоря, вещь, описывающая возможности, описывающая, скажем так, состояние среды для организма зависит от его размера. То есть если у вас организм крупный, число Рейнельса у него высокое, и вода для него жидкая. А если мелкий, оно очень, оно очень низкое, и у вас вода вязкая. То есть, по сути дела, вот это вот как бы расчеты сделаны Эдвардом Форнсом, знаменитая его статья 1877 года Life at Row Reigness Numbers, в которой показывают простую вещь. Если вы, если вы, если вы, перестанете хоть и жгутиком, воздвинется, примерно диаметр атома водорода по инерции и замрет. То есть ты движешься, пока ты машешь жгутиком. Более того, вы можете двигаться, но пока вы маленькие в этих условиях, да, потому что если у вас организм увеличит свой размер, то если у вас жгутиковый движение упадет настолько, что можно крутиться сколько угодно. Жгутик будет уходить, если будет стоять. То есть условно говоря, если бы организм был жгутиковый размер с человека, так для примера сразу возьмем, скорость движения была бы 4 мм в час. Что в общем, как бы на самом деле малоприемлемо. Но опять же, это чисто гидринамика, это хорошо посчитано, поэтому тут как бы в общем деваться некуда. А второй момент это кислород. Дело в том, что вокруг любого гранита, существует любого предмета, слой, диффлюзионный слой. То есть слой, пограничный слой, в котором нет никаких течений и тока воды, там только диффузия. И через него проникает должен кислород, который он запотребляет. Скорость диффузии кислорода в воде это константа. Вечна пограничного слоя для объекта размером миллиметра или меньше около 2 мм. Это очень много. То есть, грубо говоря, чтобы насасывать кислород при том диффузии, у него остается очень небольшой запас для размеров. По размеру. Тон Феншер в 2018 году в своей книге Экологии очень наглядно посчитал, что примерно 800 микрон это теоретический максимум размера организма, если хоть что-то внутри были ровные условия. То есть, 800 микрон это максимум, если больше, внутри аноребиус. То есть, понятно, что как-то решается. То есть, можно уплощить уплощенная форма тела, можно еще какие-то варианты использовать вырост, разветвление. Но тем не менее, вообще принцип остается. Если у вас есть специально стабильная кислорода, то вы должны оставаться маленьким организмом. Разбешать просто не сможете. И причем все эти расчеты сделаны на современном статусе кислорода, 80% в воздухе, в статусе 18. А в старые это времена, то есть, про Турозои, все было совсем по-другому. Вот смотрите, очень хорошая такая биограмма. Это история атмосферы Земли. Претое характерно, откуда, если не удалось. Я все воспроизводил, все цитирую, историк не находится даже как бы очень сложным поиском. То есть, в общем, можно посмотреть, поговорить с специалистами, кто вообще когда-то нарисовал. Фактически средний протерозой, это момент, когда из атмосферы есть четмета. То есть, что это такое? Это переном условий. В основе восстановительных на окислительные. То есть, когда количество подозреваемого атмосферы кислорода, наконец, произошло количество потребляемого. Вот можно вот так себе представить. Есть две очень важных точки в этой истории. Это точка ури и точка пастера. Точка ури 1 тысяча концентрации примерно, это консерватив кислорода, которая не может быть распроизведена абиогенно. То есть, фактически, кислород же откуда берется в абиогенных условиях? Это просто разложение молекул воды в воздухе за счет имиджирющего излучения. Опять же, протерозой озонового слоя еще нет, не предвидится. И землю просто выжигает жестким атмосферилентом. Заодно синтезирует кислород таким способом. Это 1 тысячное примерно. А точка пастера это на порядок меньше, на порядок больший смысле, 10 минус 2, это современная концентрация. Это то, где уже возможно нормальное дыхание. То есть, то, где уже остается более выгодно маэробное дыхание, нежели маэробное. Из важных критерий. И вот смотрите, как бы, вот средний протерозой, весь протерозой вообще, атмосфера болтается где-то вот здесь вот, выше точки пастера. И кислород, а вот этот скачок после орфея нарабатывается именно фотосинтезом, нарабатывается самыми цианобактериями. Ну вот теоретический вариант есть вот такой, самая кислородная катастрофа, и вот где-то вот здесь вот происхождение мебазоев. Опять же, держим в голове, что все эти графики, понятное дело, очень большая условность, потому что есть много разных вариантов, то есть я десятки разных вариантов видел, часто сильно противоречащих, то есть кто-то считает, что еще в архее был кислород, кто-то считает, что весь протерозой на самом деле была очень низкая концентрация, то есть кто-то считает, что периодически было кислорода 70% в атмосфере, то есть самые разные варианты, но тем не менее факт тот, что в атмосфере мало, в то раз меньше, чем сейчас, а в воде еще меньше, понятно, потому что есть в материи ангифудио, и вот все это как бы, да, еще дефунирует в организм, то есть предельный размер его ограничен сверху очень большими величинами, потому что при тех концентрациях, при тех возможностях, вот те самые 20-30 микрон и получится, и кстати говоря, современные экскаватели джутеконосцы, живущие аэрофильных местообитальных, они примерно такого размера и есть, это говорит о том, что расчеты общие попадают с реальностью, а теперь собственно микробные маты, в экскаверсии живут на поверхности скользящей, как бы, то есть по биофильмам, по субстратам, ну, понятно, что весь субстрат по каким-то биофильмам, а внутри микробные маты, а микробные маты циазобактерии из вирус кислорода, вот это уже современные наблюдения, как бы, это микробные маты в аквариуме, вот видите, да, это пузыри кислорода, которые насинфедированы водорослями, ну, извините, циазобактерии снизированы водорослями, и которые захвачены матом силовой плотной структуры, там же и полисахариды и все что угодно, а вот измерения микроэлектронии, показывающие резкие вот консанты кислорода под поверхностью, то есть микробный мат это местообитания, где есть и еда, и кислород, а вот это очень красивая фотография, недавно попалась на глаза, это кислородные пузыри в остатках строматолитов, на шлифах и на скале, то есть, грубо говоря, вот эта вот картинка, которую мы сейчас видим в современных микробных матах, она реально существовала, вот она, это именно строматолит среднего протерозоя, красивая, достаточно работа уже на лиджеобайологи, то есть, по сути дела, что мы имеем? Мы имеем организм, который скаливает по поверхности огромного пищевого ресурса, к которому как бы было нынчество в размере того, что там мало кислорода и которому с этим нужно было чего-то сделать, что он мог сделать? Нырнулся в микробный мат, прежде всего. То есть, собственно говоря, то, что я говорю, занимаемый инселект, это именно та округающая среда, которая для него оказалась более благоприятной внутри микробного мата, локальной, насыщенной кислородом местообитания, где он мог сделать первую, самую главную вещь увеличить размер. А теперь диффузия работает, теперь кислорода хватает. Увеличив размер, он начал поедать микробный мат. То есть, он получил возможность как бы поглощать километры. Но увеличив размер, он потерял эффективность движения, потому что число рейнерса не позволит ему дальше перемещаться, имея один или несколько жгутиков. Да, там совершенно другие, например, виолет, там как бы мультипликатор жгутикового аппарата, полиэтинетиры и так далее, и так далее, и так далее. Но это другая эволюционная вещь. Соответственно, он просто утерял и жгутик и микро-трубочковую систему с ним связанную. Он терял потому, что ему нужно было конформироваться. Вот тут есть очень интересная вещь, которую мне Люба Чистякова подсказала буквально на днях, с треоновым пандулинзой пиломиксами. Вот у пиломиксов есть критикальное микро-трубочковое слово в многих видах, а у некоторых нет. Так вот, у тех, которые есть, они вообще очень неохотно конформируются, как будто это сложно. Это шар с небольшими деформациями. Если он не образуется на псевдоподе, только в задней части тела, где меньше всего микротрубочек. А вот те, у которых этот слой уже практически утрачен, те формируют нормальные псевдоподе, нормальные мебородные полз. Очень интересное наблюдение, которое, скорее всего, говорит о том, что эти слой как бы скелет, как бы свои корешки, просто мешают мебородному движению. И поэтому весьма возможно, что вот этот первичный предок, как бы, да, амбазоев, в ходе своей эволюции утратил этот слой для того, чтобы учитывать актомиазин и псевдопод. Актомиазин был всегда. Этим механизм был всегда. Он еще, он ансектора есть. То есть, по сути дела, после замещания одного типа локомоции другим, задалась необходимость перемещаться в микробном мате А и фрагацитировать Б. Фрагацитировать тебе уже крупный объект, в нейтральной бороздкой не обойдешься. Многие импозоличи успешно едят киномитозные санобактерии. Опять же, я чуть дальше покажу. И для того, чтобы это делать нормально, нужно разбить нормальный энцитоз. То есть, опять же, все говорит о том, что давление как бы отбора в этой вот системе привело нас к тому, что они образовывали актомиазиновую систему, актомиазиновые меборные движения, актомиазин системы подвижности. Актомиазин мотаю в систему, пытаются переместить. И в итоге получилось примерно вот что. Амебоидная клетка, которая в сотни раз больше, но я специально рисовал тамион-проц, такой радикальный вариант, понятное дело, как бы, что тамион-проц довольно позднееволюционная вещь, которая могла успешно фагоцитировать цианобактерии и тем самым получила доступ а, бесконечному источнику пищи, но, понятно, вся земля покатит цианобактерии, больше ничего нет. И б, что еще очень важно, избегло давление хищников. Они поставили на какое-то время слишком большие. чтобы съесть. Это, на самом деле, тоже важные преимущества. Цианобактерии как источник еды, да? Тут Никита Куличкин как бы сделал у нас на кафедре солиной цирковую очень хорошую работу на эту тему, да? Это возможности современных видов амебов поедать цианобактерии. Это самая статья по тестологии с ревейстю и спагеттис. Если говорить очень коротко о ней, да, как бы, то получается, что из проверенных видов амебов несколько видов состояния фагоцитировать цианобактерии разными путями, разбирая, сворачивая вкусовые куски, там вариантов много, нормально питаться и долгое время же исключение культуры цианобактерий. Более того, вот если амеб в чашке не было, амебы выглядят вот так, цианобактериальный биофильм, а если были вот так, то есть амебы разрушают биофильм, разрушают, отрывают вот субстраты. Это наблюдение как бы старое, вот, то есть много статей, которые цитируют такой момент, что амебы, они дизрапторы, то есть они не просто поедают, да, как бы разрушают, рвут и делают доступными другие группы организма. То есть это идентификаторы, по сути дела, они разобрали микробный мат, и дальше более мелкие организмы могут питаться на кусках этого дела. То есть по сути дела амебы сами гибнут эволюцию в этой ситуации, дальнейшую эволюцию всей системы. То есть цианобактерии являются очень подходящим источником питания, очень подходящим пищевым объектом на многих видах. А если так, то можно сказать, что как бы и в старые времена это было так, и видами базов, как бы питались цианобактериями, могли это делать, как бы это было для них торговать. Соответственно, мы уже говорили о том, что для того, чтобы реализовать эту стратегию, мы должны потерять жгутики. Жгутики, и все с ними связано. Потому что, понятно, это амебы, нужно все убирать, все разбирать, потому что, как бы, иначе двигаться они не смогут. Значит, дальше возникает такая дилемма. То есть, в принципе, есть такое понятие, как раповик Меллера, говорящий нам о том, что мутации, дилекции, достоинмутации, как бы уничтожает неиспользован генетический опорок. То есть, если он не используется, не подвергается отбору, то он постепенно, как бы, просто вымывается. Это такая старая, как бы, тема, которая, как бы, в обсуждении генов бесполокопуляция, а век полового процесса большинства видов так и неизвестна, как бы, тут ничего не изменилось. Есть несколько вариантов гена избегнуть. Это нефункционализация генов, это генетические паразиты, мобильные элементы, и это эфетопическая генная конверсия, для чего необходимо быть полиплоидом. Но там есть еще варианты, как бы, но тем не менее. То есть, чем более полиплоидный организм, тем более успешно генная конверсия идет. Генная конверсия, это просто замещение рабочих участков генов в рабочий, например, геномеханизм, который поддерживает концертную эволюцию, например, репоксомальные РНК, себе из генов, репоксомальные РНК. То есть, там на этом, чем много всего написано, опять же, мы по верхам бежим. Собственно говоря, выяснилось, что все три варианта на храм-калюме можно предполагать. Например, Светланд Макивер, это в 19-ом году работа, показал, что Меген и Мейоза, так называемый, Меген и Мейоза, Махемер и Аканталюб, на самом деле, постоянно экспрессируются, хотя Аканталябы сами Мейоза не показывают, как бы он ни одной группы неизвестен. Для чего они испортятся, непонятно, то есть, далеко он не заходил, но тем не менее, как бы тот факт, что это Мушенери экспрессируется в клетках, не показывающих Мейоза, как бы он достаточно установлен на Макивер. Дальше, генетические паразиты, мобильные элементы. Но тут вот эта вот работа, их много на самом деле таких работ. Вообще, Амеба как бы как раз славится своим умением содержать в себе вирусы, содержать в себе гены бактерий, это же много результатов горизонтального генетического переноса, а также очень быстрая комбинация с генами любых организмов. То есть, по сути дела, вот то, что называется Melting Pot of Evolution, вот это именно про Амебу. То есть, очень большая мобильность генома, которая тоже вносит свой вклад, видимо, как бы в поддержании его стабильности. Ну и последняя, это очень интересная вещь, которую вот недавно как бы получил второе рождение, это работа Андрея Гудкова, Маши Бердева и Сергея Демина в цине группы, да, которые показали, что Амеб имеется, у крупных ростных Амеб имеется довольно что в жизни по содержанию ДНК. То есть, в жизни в цикле клетки присутствует временная флеплоидизация на короткое время. Потом выброс части ДНК из клетки, как бы потом метоз. Вот эта флеплоидизация очень возможная есть, именно тот самый момент для генной конверсии, для этого предназначена, для поддержания стабильности генового клетки. Короче говоря, тут есть разные варианты, разные пути, которые говорят, что почему мы. У АНОВ три таких, законцы три таких, как бы, хоростромистических генетических функционерей. Это, собственно говоря, гены жгутикового аппарата. Вот здесь вот такая вот большая таблица, это ее на стекле, посчитать, наши статинные материалы не используют в втором году эти, показывающие о том, что чем больше жгутиковых представителей в какой-то линии, тем больше генов, связанных с хоростромистическим аппаратом, с различными его компонентами, находятся у этой линии. Ну, и логично предполагать, что у представителей, например, на томет, которые жгутики не имеют вообще, как бы их меньше всего, но тем не менее, они всегда находятся. Ну, понятно, опять же, цифры кажутся низкими, но учитываем, что кламидомонос, который был взят в качестве референса, где 100%, да, как бы, это специфическая группа, и понятно, что как бы дальнейший поиск генов, как бы он всегда затепляет за какие-то отличия, то есть всегда имеются потери. И количество 67%, как бы 50%, это много. То есть, соответственно, существующая генетического аппарата для нормального функционирования жгутика находится у всех группами. У нас, на самом деле, прекрасный пример того, как это эволюция происходила, эволюция в отдельной взятой линии. Это самые архомёбы, это пеломиксы. Вот это пеломикс, у которых жгутики нефункциональные, утрачивается сама структура жгутиково-корешкового аппарата, то есть там появляются самые разные варианты строения и ондулиподии, где теряется и центральная пара микротрубочек, и боковые, как бы, имеют разные варианты. И там самые-самые разные варианты строения, еще работают для Николаевича Сераевна и Чегуткова в 70-х, 90-х годах, где все это было очень хорошо показано. И такие же вещи происходят с корешковым аппаратом. То есть там довольно сложный у некоторых групп, а у некоторых групп из недавно описанных как бы 14-19-х годах и вообще практически нет. То есть там уже как бы либо одна кинетосома без мандулиподии и вообще ничего не находится в статусе. То есть, по сути дела, эта группа, которая огромная по размеру пелобионта, она протеклевает ровно те же процессы. То есть она теряет жгутики, потому что они больше чем могут эффективно двигать, приходит к ним вводим движением. Вторичный переход, вторичная утрата жгутика. И это достаточно как бы старая гипотика, что называется несчастка придумана. В общем, довольно много аргументов в ее пульсе. И последний, пожалуй, как бы это миоз. Миоз у него базовая фреска. Еще раз вытяжусь, что под миозом я имею в виду именно миоз, морфологически показанный. То есть как бы формирование синтемальных комплексов. Потому что сейчас появилось много статей для на основании чисто генетического анализа наличия генов миоза делается почему-то вывод о наличии миоза у организма, что неправильно, но тем не менее и все дерево амибазоев расцвечивается красивыми кусочками. Вот-вот-вот у них есть миоз. Хотите бы амибазо а сикрит либо танцестер или сайт соло. Вот такие. Это 11-го года, 19-го года, два года, то лара. То есть в общем тут к этим годам очень большие вопросы. Реально миоз показан в двух групп и предполагается еще одно, я имею в виду сапенивый. Группы раскиданы по дереву. Между ними огромное количество видов, огромное количество лет, миллионы лет между этими группами. Но тем не менее миоз объем есть абсолютно нормальный везде. То есть абсолютно типичный миоз. Некоторые гены показывают, что они замечены другими генами, на картине это никак не сказалось. Там есть несколько заметок. То есть генетический аппарат консервируется и сохраняется. И ничего там не происходит. Собственно говоря, почему-то то же самое не может случиться с разлучками. Есть еще одна интересная вещь спаракарпа. Спаракарпа это, скажем так, если говорить о том, что им просто такая форма как бы образования циста на ножке. Вот такой типичный спаракарп достаточно. Очень характерная структура. Спаракарпы появляются у дискозей и у вазей, что, кстати говоря, еще раз говорит о том, что у линейной базальной группы спаракарпы и у линейной базальной спаракарпы нет. Приобретаются, видимо, однократно. Примерно 90 генов за него отвечают. Эта машина более-менее расшифрована. И вот в пределах дискозей, например, только в некоторых видах, буквально три вида имеют спаракарпы. У вазей гораздо больше. У мистозоев почти все, как бы, да, но у варьозе там целый ряд групп. У кутазей нет. То есть, опять же, группа разбросана совершенно, да, но генетическая машинария совершенно одинаковая, как с фаракарпы одинаковая. То есть, опять же, генетический аппарат, возникший очень давно где-то вот здесь вот, успешно следует через все ветви, очень долгое время не активируется, не экспрессируется, но когда экспрессируется, то получается примерно одно и то же на выходе. То есть, это пример вполне успешного консервации любого аппарата. Консервации генетического аппарата, извините. еще раз, когда с теми возвращаемся, да, то есть, что мы здесь получаем? Мы получаем вот здесь вот рост размеров, вот здесь потерю жгутиков и крышкового аппарата всего с ними связанного, артемиозиновую подвижность и увеличение размера клеток. А вот дальше, а вот дальше появляется группа ЭВАЗ, которые снова возникают в жгутиковой форме. Почему возникают? На самом деле понятно, потому что окружающая среда уже очень сильно усложнилась, потому что прошла почти как бы половина всей этой эпохи. Исполняем Базои. Появились наземные растения, появилась почва, куда можно сказать, скорее всего, высказание спарокарпа связано с нестовением первичной почвы. То есть, когда появилась почва на земле, да, потому что он имеет смысл как средство рассеяния цифр только в воздухе, в воде он смысл не имеет. Именно поэтому он и не наблюдается никогда в воде. Организмы, даже формирующие спарокарп, если поместить жидкую культуру, они спарокарп, когда это не будут, просто цисты будут обычные санны. То есть, там довольно интересно все. И когда стало возможно в том существовать в качестве мелкого жутиконосца, этим стали пользуясь. И вот очень интересные моменты, я уже не буду их подобно ставиться, потому что уже на самом деле времени достаточно много, материал на 10 лекций, это именно революции ВАЗЭ. То есть, возникает очень сильное ощущение, что вот это восстановление происходило однократно, одна кинетасома, единица была кинетасома судулиподия. И довольно быстро снировался корешковый аппарат вот такого канозного типа коммикротрубочек и дужчих цитроплазм. Там есть несколько моментов, связанных, например, с тем, что у ВАЗЭ и урхомет жгутики неполноценные при ВАЗЭ данных нет. У них нет внешнедемиевых ручек. Внешнедемиевые ручки ответственны за чистоту беяния жгутика, поэтому так лениво не пьет весьма. Не так нормально за декану. Внутреннее как бы за паттерн беяния. Вот такое вот отсутствие, такая вот утрата, предполагать ее, опять же, все время параллельно и довольно сложно. И там еще есть целый ряд моментов, состоящих бы словами, что, скорее всего, вот это вот как бы как, не знаю, как это назвать, восстановление доэкспрессии как бы жгутикового аппарата происходило, произошло однократно. А дальше уже разбегалось по группам. Ведь на самом деле жгутиковый аппарат, что нам показывают пепеломиксы, нам показывают другие группы, как бы эта вещь очень мобильная. То есть те же как это лобозеи, которые зачастливают и жгутик, и энтосомы, и как это выжит скелет. И уплывают в белья-мебозной стадии. Это совсем другая группа, тем не менее, как пример. Те пепеломиксы, где буквально средний груз как у кого-нибудь жгутиковой аппарат действий, есть киентосомы, есть кортикальность и микротрубочек. А у соседней группы практически нет. Или максимум как бы одна киентосома в цитоплазме отдельная плавает. Это, я имею в виду, рабы-хрубочек, истековы, пролова, и целый ряд статей последних лет. То есть приходится предположить, что эвазея – это группа, которая вторично восстановила жгутик. То есть, что в момент изникновения имбозоа он вот, и что так называемый властного коммунтанцестора были имбозным организмом. Вот он, вот здесь он. Дальше, туболюнея и дискозэ – это первичные мебозные группы. Там не надо искать какого жгутикового аппарата, потому что его нет там. Потому что тогда он был просто не нужен. В этом царстве микробных матов, когда эти группы эвакуировали и присутствовали свое восстановление, им было просто как бы, он просто был ни к чему. До того же было ползать и есть, есть, есть. А вот потом уже, когда он сажался окужащая среда, когда появились наземные растения, Дефрит, понятно, обильная бактериальная как бы флора, вот там уже снова появились возможности для жгутиковых клеток и ведь мы воспользовались. Вот самая как бы нижняя ветка здесь Кутазея, это идионектис, такой паразит водорослей, он очень странно движется, это такой бублик, который крутится жгутик. Вот Реслина. Очень необычно ни на что не похоже. Вот скорее всего, как бы вот такие вот вещи, это такие стали становления жгутикового аппарата, потому что там только один жгутиковый представитель. Дефрит, у Гориозея уже побольше, 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 а у Архамяк уже целые линии. В общем, в принципе, получается вот такая вот схема, да, очень простая, гораздо более паразимоничная. То есть, одна утрата, одно восстановление, и только уже самые верхние ветви, у Мицитозоев, в некоторых случаях две кинтасомы. Причем, самое интересное, что у тех, кто имеет два жгутика, классофтерий, брюховатум, например, один дополнен вперед, а второй под брюхом проходит назад. То есть, восстановление экскаватной организации исходника, это добавленный момент, нас слишком на другой базе, потому что они как бы не питаются, не ползают, ничем грести не нужно. И вентальной оборозки нормального у него нет. Но вот устроили именно так, голодник молнии. Ну, собственно говоря, на этом все. Спасибо большое тем, кто все это сегодня слушал. Да, то есть, вот такая вот схема, примерно, предлагается рассмотреть. Сейчас, конечно, есть еще о чем говорить, но о этом сейчас остановимся. Мы традиционно с благодарностью огромного количества людей, с которыми я работал как бы за многие годы. Вот. Ну, спасибо всем за внимание. Спасибо. Коллеги, заглянувшие туда, в протерозоль, пожалуйста, вопросы. Ну, 40 минут у нас было. Да, пожалуйста. Да, два вопроса. Первый, это по поводу того, что протерозольская организация будет предковой для вообще приводки. Вот мы видим, что тут как бы структура два жгутика, причем явно специализированный. Один организован по одному, второй по другому. Вот. А как был пройден путь от полного отсутствия жгутиков до наличия двух специализированных жгутиков? Получается, был пройден еще до его перебутного состояния? Тут как бы это очень длинный вопрос. Тут я работал Ковалев-Смита как бы. В 19-м году себе это рассматривает довольно подробно. Я могу дать просто пдф, да? То есть считается, что жгутик это очень древнее приобретение, два жгутика, причем жгутиковый аппарат, который шел буквально с самого начала. Вот. Где именно, как именно, это отдельный вопрос, там нет полной ясности. Вот. Но, то есть к тому, что не было исходник жгутикового любого дефорта потом приобрела жгутики. Такого, скорее всего, не было. И исходник именно жгутиковый. Хорошо, еще помимо начало статью говорили измитой, я просто не думаю, что можно статью более дополнительной. И вот я смотрел таблицу, значит, у Элми сразу в которой есть нормальный аппарат и недосованный. Какой процент век? Проще возвращаться к таблице сейчас, она недалеко. Вот она. 57%. То есть, как бы, собственно говоря, это, скорее всего, уровень потерь при поиске генов. На самом-то деле. И как бы на неполной гомологии генов, например, с Амидомолоса и Учезава. Спасибо. Спасибо. А где-то вопросы? Если можно, у меня такое немножечко поводится, да, поскольку вот такое распределение наличия жгутикового аппарата по дереву, который постелируется как признак того, что он был рекапитулирован, да, а иллюстрируется это распределение, например, миоза по дереву, похоже, да, где, наоборот, постелируется как раз неоднократная потеря. Нет, почему потеря, не понял. Про миоз. Про миоз. Издаргоров, мне казалось, что постелируется именно как на исходя на речи миоза. Я понял вопрос. Меотический я понял, очень древняя штука, это еще как бы от артопортовой бактерии большиногенов унаследовано. То есть там это очень древний генетический аппарат. Наоборот, я этим иллюстрировал то, что он там, где необходимо активируется, экспрессируется, нормально работает, не будучи разобранным как Мюллером и ничем другим за миллионы лет эволюции. То есть те места есть в этом мире, и он считается как бы генетический аппарат есть у всех. Есть работы по генетическому аппарату миоза, геопогены миоза, и он ибазоев тоже есть у всех групп, которые были проанализированы. Баггенов сразу нахмурится. Вопрос в том, что они молчат. То есть что как бы либо мы действительно ничего не видим по-прежнему в амбазоеве, там, другой стороны, есть группы, которые уже изучены в доле поперед. Те же акантомёбы, те же вермомёбы. То есть очень что-то чего-то так радикально произвели. Те же амёбы протоз, которые там в культурах как бы из 50-х годов. Поэтому как-то в культурах ничего не происходит, как бы такой вариант тоже возможен, да, но по тем же акантом есть куча исследований биоплёнок, куча исследований природных в прообитании. То есть в общем, ну скажем так, разумеется, всегда говорим, не обнаружен, да, как бы, но мобильства скорее всего действительно и нет. Это очень такой спорный момент, мы сейчас много обсуждаем, потому что, говоря, есть такая группа людей, которые как бы полагают, что мы просто ничего не видим, а вот, мол, есть genetic evidence. Но genetic evidence может тратовать вот либо самостоятельно либо с другой. Вот абсолютно все равно. Условно говоря, о уравнении хардивайбера выполняет все аканталеку и его бы пробил. В общем-то. А как вы тогда отвечаете на вопрос вот о сохранении генетического аппарата, его, ну, миетического, скажем, аппарата, миотических генов при их как бы длительном неиспользовании, да, что происходит с последовательностью и как они тогда без давления отбора консервируются, чтобы потом рекапитулировать структуру. Вот как этот момент был в своих... Вот я специально пытался сказать яснее, видимо, ничего не получилось. Два момента. Первый момент это то, что нефункционализовано в основном. Это работа физианта Мативера, который показал, как бы, что они экспрессируются, подавляющая их часть. То есть, что как бы продукты экспрессии присутствуют. Например, кантамин. Что они там делают, как бы непонятно совершенно. Но это не молча сегиотический аппарат. Второе, та самая полиплоидизация периодическая, которая приводит к этапической не аллельной генной конверсии, а аллельной премиозии. Экетапическая, как бы, она, ну, соматическая, условно говоря. Вот. То есть, просто есть очень много копий генов, как бы, то есть, равные замещают неисправно, то есть, совсем на пальцах. И третье, это сэлкфиш-эмементы, которые перетаскивают, как бы, куски генома. Тем самым, чисто и фактически осуществляют вот самые замещения. Вот там еще, как в механике репарации, там много чего можно, на самом деле, к этому делу приплести. То есть, как-то они это реализуют. Но вот три варианта вот такие вот, так минимум. По факту, то, что мы видим, как бы, миоз у всех одинаковые. Хотя, несколько генов миоза важных, замещены другими генами, это не сказалось на картине. Про крапы у всех одинаковые. Вот что ты сделаешь? Самое главное, что они, видимо, как-то используются, не важно, что они там замещают. Если бы они не использовались, то как бы там не замещают. Вопрос, если есть индикатор использования, вы тоже, в том тебе, вопрос такой. Скорее всего, да. Ну, плюс-минус, да. Да, пожалуйста. Если я что-нибудь понял, вы же признаете негазбральный перенос не генов, а сложных комплексов, генов, которые осуществляют с инсультом. Тем не менее, генетика ваша длинна календовской гейтинности. Вам все-таки хочется понять, кто предок, кто потом, как шла дивергенция, надо ли так думать. нельзя ли всю сложную и недоступную систему такционов воспринимать как сложную серию совместных эволюминирующих групп, которые обмениваются своими эволюционными достижениями более свободно, чем предполагал Гейкин. по этому поводу очень просто сказать тот же самый разговор, у меня был в Канаде с Фордом Дулитвом легендарным, который создавал всю эту филогенетику глобально. Он примерно так же мне и ответил про сетевую структуру. Это вполне возможно. Вопрос перерос глоблока и дальнейшее сохранение это все-таки редкое событие. То есть горизонтальный перерос, я имею в виду целых элементов в геноме, в одном геноме, там этого много достаточно. Горизонтальный перерос, как я представляю подавляющую часть того, о чем сейчас буквально сегодня обсуждают этот момент, это на самом результате грязной работы с исходником. То есть когда мы видим, сейчас поясню, когда мы видим ситуацию, что пишут, что 55% генов от бактерий, говорят, как бы откуда. Вообще-то алёбы живут на бактериях, то есть про алёбы, да, как бы. То есть что-то исходно материально. Говорят, нет, они вставлены как бы в крупные блоки, то есть это не просто индивидуальный ген, а он находится и в других алёбных генах. Классический такой аргумент, что да, это гонотальный перенос. Дальше вопрос в следующем, как это выясняется? Это МЖ, то есть это сборка материала из коротких ридов. Вот если начинаешь смотреть глазами, руками на то, как собирают ассемблеры, то волосы встают дыгом просто. На сколько непохожие варианты они считают гомологичными, потому что всем хочется, чтобы ассемблер собирал очень хорошо, чтобы он собирал существенную часть генома из материала. Задаются очень мягкие критерии для сборки, и вот если смотреть реально, надо руками вычищать две трети или просто руками вычищать из сборки, потому что они не имеют никакого отношения. Ассемблер тогда кладет. Поэтому это вопрос для меня очень такой. То есть требует большая часть методической проверки. Вот идеальный вариант из сборки с куска генова, на котором было бы видно, что вот да, кончается ген с того гена, начинается с другого гена. Да, тогда ставлен. А куда там на самом деле похожий ген влепил из ассемблер, это в общем проблема очень большая. То есть я к этому скептически очень отношусь, и не только я, есть работы, которые говорят о том, что очень существенная часть так называемого LGT, LGN transfer. Это, знаете, просто артефакты, как бы методик, используемый для работы. Ну, что бриллианты есть. Ну, плюс-мимус, да. Ну, а то, что вот начали наставить БАК, по-моему, что фотосинтез так вот длинная машина, может быть, и прицел из одной группы в другую. Ну, слушайте, я это читал, тоже не могу ничего сказать, нужно быть специалистом как бы именно по этой вот как бы вещи конкретной, потому что я в книжке видел, исходную аргументацию, как бы, то есть, грубо говоря, элементальную аргументацию я не видел. То есть, конкретно, и показатель и доказательство этого процесса, то есть, как это случилось, где такие геномы. Но тут, поскольку специалистом не являюсь, я не могу дать кому-то комментарии. Вообще, Марков специалисты известны очень. спасибо. Для твоей декаблицы у меня снова появился вопрос. Я смотрю, что безорвала 67% денег у всех остальных объемов будет меньше, да? Ну, что логично. То есть, получается, что ЭВАЗ они сохранили максимум от изначального генетического аппарата, это позволило им восстановить. А у других это было более утратено или наоборот? Из-за того, что они такой генетический установили, у них его больше сохранилось? Второй вариант. То есть, не больше сохранилось, а больше распознается при текущем среде. Да, мы же имеем только нынешние живущие формы. Просто больше это, потому что просто более функциональный. То есть, а у вас там нет? Мы имеем в виду, что мы есть просто невидимые или они все утратили до этого времени? Пока ЭВАЗ пользуются, мы не можем... Ну, например, это энтолёбы, которые точно не пользуются как перпетит, там ведь самый большой процент утрат, 30% всего остается, да? В общем, там много чего утрачено, там вообще геном сокращен очень стильно, да? То есть, при дальнейшей эволюции генома вот такие вещи, которые совсем никак не пришли, да, действительно могут теряться. Значит, радикально необратимо. Вот, но это как бы очень длительный инвестиционный путь, энтолёбы, древняя вещь достаточно. Ну, среди Абхамилов. То есть, Абхамилов успели увлечить, наверное, назад пока было возникло. Ну, можно так считать, да. Спасибо. Тогда она возникла скорее. Коллеги, онлайн, кажется, есть вопрос. Да, вопрос у Василия Златогорского. Спасибо, Владимир, пожалуйста. Да, здравствуйте, коллеги, слышно? Да, слышно нормально. Да, спасибо, очень интересный доклад и интересная дискуссия. У меня, во-первых, есть комментарий небольшой до динейновых ручек у Вариазей. Вы можете смело говорить, что они тоже одна из пар динейновых ручек утрачивается. Вот, когда мы делали статью по Белу-Нацистису, там коллеги и по морфологическим данным, и по транскриптовым это смотрели, тоже, ну, по сути, у всей ветки их нет. Вот, а в целом, я хотел сказать, что я этот доклад уже, так сказать, не первый раз слушаю, и очень интересно наблюдать, ну, не только слушать про эволюцию базового, но и наблюдать за эволюцией, это, он становится все интереснее и полнее. вот, вот, конечно, добавление вот этой версии, это, вот эти механизмы питания цианобактериальными матами, это очень интересно, интересно, что вышла статья, я, к сожалению, к своему стыду ее не читал, но хотел спросить, известно ли что-нибудь про механизмы, с помощью которых амебы могут поглощать цианобактерии, ведь это довольно специфическая задача, нужно, так сказать, иметь необходимый ферментативный аппарат для того, чтобы растворять клеточную стенку, нужно каким-то образом, так сказать, либо откусывать, либо, там, разгибать, скручивать. На инфузориях показано огромное разнообразие разных подходов к тому, как можно, ну, вот, то, что вы в статье назвали поеданием спагетти, вот, к этому есть очень много разных адаптаций. Изучал ли кто-нибудь разнообразие этих адаптаций у Амибазо? Я понимаю, что есть статья, но, может быть, вкратце можно рассказать. Значит, ну, изучал, понятно, как бы, что если бы это изучали, это бы статьи не делали, поэтому тут, как бы, все достаточно просто, да, то есть специальных соблюдений мало, хотя в старых работах нужно бы всего полезного найти. Вот даже здесь три основных варианта, в общем, трудно придумать другие. Вариант скручивать внутри, да, пожалуйста, вот они так делают, вот, правый ряд, вот это вот, как бы, например, когда скручиваются, как бы, в одной вуконке, в вуконе даже может быть несколько, потом происходит постепенная деградация, то есть вода желтеет, распадается, как бы, и все, пустые оболочки выбрасываются. Вариант второй, забавно, лептомиксы так делают, она как бы откусывает кусты. Как откусывать, пока непонятно, это резиденты спрашивали, вопрос наблюдения, да, ползет вдоль филамента, и в итоге, как бы, куски филамента оказываются вукон, он как бы разбирается с одного конца. Третий вариант самый примитивный, видишь кусочки покороче из уже отломанных и заглатывает их, как есть, то есть не сворачивая, ничего не делая. Что касается, собственно говоря, процесса питания ферментов, нет, никто это не изучал, и мы тоже не изучали, к сожалению, да, но мы просто видим варуточку в человеческой вуколе, то есть деградацию, как бы, цианобактериального филамента или куска цианобактерии в ней, утирует пигментацию, и, в итоге, через какое-то короткое время достаточно просто остаток лечественной стенки, пустой внутри. Остаток может долго болтаться с топами или выбрасываться из клетки без цитоза, ну все. Ну вот, то есть как-то так. Спасибо большое. Спасибо. У меня вопрос про систему защиты от активных форм кислорода. Вот если вы говорите, что сулькозоу подумали-подумали и ринулись прямо вот кислород, кислородные карманы в самых бактериальных матах, вот как у них вот эта система, то есть она уже была достаточно у древних сулькозоа или и вообще кто-нибудь сравнивал, как вот эти системы, ну вот пламя базового развиты по сравнению с сулькозоу или современные сулькозоу живут уже в сравненных условиях, тут не с чем сравнить. Значит, тут нет такой, маленький вопрос, потом три вопроса и каждый большой. Вот защита кислорода, это собственно грабихание ровно защиты кислорода, как многие трактуют. По сути дела, да, как бы, вот, то есть как конкретно, ты представляешь, что свободный радикал и все-таки образуются при этом как бы, в общем, ну понятно, что это непонятно, как бы, как тогда это было, да, вот про современных, не скажу, просто не смотрел я эти работы про микроэрофилов, вот хотя эти работы и действия, в самом деле такой момент, как бы, вот спасибо за вопрос, то, что нужно посмотреть, потому что, когда мы вот с том, что мы работали, эти вещи мы обсуждали, значит, на память уже не помню, как много про это дело. Соответственно, как бы, что касается Маук Рима, есть маты, понятно, это некая как бы условность, то есть они проникали в маты, потому что и ползали везде. Вопрос в том, как бы, что для некого это всегда было неприемлемо, то есть кислород там есть, но есть нечего, как бы, при этом там, потому что там ничего не поглотит. Микробные же маты, а мактальная маты же не просто вот филаменты вот так лежат в рядок, как макароны в пачке, да, это прихомы, которые скручены, и филаменты, которые покрываются в однообщей оболочке, это матрикс мата, который довольно плотный, в нем протискиваться нужно, почему им бодиство нужна. Там не отплаваешь, там плавать негде. То есть матра сложная конструкция весьма. Соответственно, какие-то группы, ведь опять же, вот такой момент, понимаете, эволюция началась с кого-то того, одного, да, потому что там города один был на всю землю, и от него все потом дальше пошло. Понятно, да? То, что обсуждалось, это просто сетевая эволюция. То есть были схожие условия. Масса групп шла примерно одним и тем же путем. Какие-то вымирали, которые были более-менее успешными, да, то есть какая-то некая одна общая ветвь, опять тот же Форд-Улита как бы иллюстрировала вот так вот, вот как вращая пальцы, вот такая вот сложная-сложная система эволюционных ветвей, да, образовалась ствол, который мы полагаем, вот эволюционные ветви. То есть там-то все плюс-минус по-разному происходило. Вот. То есть не то, что как бы вот какой-то вдруг залез мат, и из него получилась амеба, одна штука, а она потом размножилась. То есть таких точек, таких бутылочных гонышей, разумеется, нет и быть не может. Спасибо, коллеги. Я думаю, что мы еще раз поблагодарим Василия Валерьевича. Спасибо. И заучиться хочу, мы часто сидим. Не делаем перерыва, коллеги, не делаем. Не делаем. Не делаем. Прошу. Сейчас нам придется переключить наше внимание совершенно в другую область. От спротерозоя отключаемся, от эволюции амеб отключаемся. Но вопросы, которые сейчас возникнут, нам продемонстрируют, они ничуть не менее масштабно интегующие. Трансмиссивный неоплазий в геологии. Пожалуйста. Спасибо. Коллеги, мне довелось участвовать в исследовании трансмиссивных неоплазий моллюсков. И я расскажу, что я понял, или, как мне кажется, понял об этой форме жизни. Трансмиссивный рак или СТС от клона или трансмиссивного канца. Это злокачественная клеточная линия, которая передается между хозяевами путем физической передачи живых раковых клеток. Трансмиссивный рак, он как бы метастазирует не только внутри особей, но и между особями. Обычный, то есть спонтанный, нетрансмиссивный рак провоцируется онкогенными мутациями в клетках организма хозяина. За вычетом этих мутаций раковые клетки имеют тот же генотип, что и хозяин. Раз появившись, рак или регрессирует, или убивает хозяина. И смерть хозяина означает смерть раковой линии. Трансмиссивный рак проникает в хозяина извне и имеет шансы его пережить, если хозяин сможет заразить раком других особей. Раковые клетки имеют свой собственный индивидуальный генотип, родственный генотипу нулевого пациента. Особи, у которой этот рак появился впервые, сперва как спонтанный рак. То животное давно умерло, а его клонально делящиеся раковые клетки продолжают жить как паразиты. Эволюционная теория постулирует, что всякий рак имеет потенциал стать трансмиссивным. однако доказанных примеров такого успеха немного, всего 10. Мы знаем о 10 эволюционных линиях трансмиссивного рака, трех у млекопитающих и семи у двустворчатых моллюсков. Трансмиссивные раки двустворчатых моллюсков известны как трансмиссивные неоплазии двустворчатых моллюсков, или БТН от Байвал в трансмиссивном неоплазии. Клетки БТН передаются между моллюсками через воду. По своим проявлениям БТН это диссиминированная неоплазия, то есть рак гемолинфы. Раковые клетки при диссиминированной неоплазии и трансмиссивной неоплазии зовутся неопластическими гемоцитами и по косыным признакам имя они по происхождению и являются. Диссиминированная неоплазия распространенная болезнь у двустворчатых моллюсков. Однако об ее этиологии у большинства из них трансмиссивная и не трансмиссивная пока ничего не известно. История исследований трансмиссивных неоплазий началась в 2015 году, когда трансмиссивный рак был впервые доказан для песчаной ракушки миа аренария. Помятую о том, что сегодня мы знаем о семи линиях трансмиссивной неоплазии, можно сказать, что за семь лет, которые прошли с момента открытия этого явления, ученые описывали в среднем по одной новой линии неоплазии в год. почему гемоциты оказываются предрасположенными к трансформации и к тому, чтобы давать начало трансмиссивным ракам. Я нигде не нашел внятного ответа на этот вопрос. И для себя решил, что, возможно, это хотя бы отчасти связано со следующими особенностями гемоцитов. Гемоциты у моллюсков отвечают много за что, но в первую очередь они отвечают за иммунитет. И, наверное, болезнь, поражающая иммунные клетки, сама себе облегчает развитие. В отсутствии органов кроветворения водосторчатых моллюсков гемоциты поддерживают сами себя, а значит, как и раковые клетки наделены способностью к неограниченному размножению. Гемоциты у моллюсков отвечают за строительство раковина. Для этого они проходят через мантийный эпителий, выходят в экстраполиальную полость, пространство между мантией и раковиной, которое заполнено жидкостью, сходную с водой. Это как бы делает их преадаптированными к тому, чтобы выживать в воде, выживать во внешней среде. Недавно было экспериментально показано, что при температурном стрессе гемоциты мидий выходят из организма во внешнюю среду воду и могут проникать в других особей. Авторы исследований обсуждают гипотезу, что обмен гемоцитами между моллюсками является адаптивным, отвечает за обмен информации о патогенах между ними и способствует формированию коллективного иммунитета на мидиевых банках. Если это правда, то неопластические гемоциты просто используют тот же путь, что и здоровые гемоциты. Познакомься поближе с примером эсмиссивной неоплазии. Конечно же, на примере мидий. мы как бы проведем диагностику болезни. На фотографии тихоокеанские мидии Митилистросилус из дальневосточной популяции инфицированы в трансмиссивной неоплазии. Для доказательства трансмиссивного рака нужно, во-первых, найти болеющих раком животных, во-вторых, провести для них тест на генетический химеризм. При обычном раке раковые клетки и клетки хозяина будут иметь одинаковые генотипы, при трансмиссивном раке разные. На проверку этих гипотез и нацелен тест. Сверх этого ожидается, что животные инфицированные одной и той же линии трансмиссивного рака будут иметь сходные раковые генотипы. Прямой способ диагностики диссеминированной неоплазии это исследование гемолинфы. Уже по желтоватому цвету и повышенной вязкости гемолинфы этой мидии можно сказать, что она тяжело больна. На верху слайда приведены фотографии препаратов свежей гемолинфы под инвертированным микроскопом. Справа гемолинфа здоровой мидии, клеток относительно мало, они слепаются друг с другом и с донсом пластиковой чашечки. Слева больная мидия, она полнокровная, клеток много, они не слепаются и лежат на препарате, как икра на хорошем бутерброде. О тонких различиях между здоровыми и неопластическими гемоцитами можно судить по конфокальным фотографиям на нижних фотографиях. Здесь красным прокрасился актиновый цикл скелет, а голубым ядро. Сравните здоровый гемоцит распластанный лопастной с маленьким компактным ядром и неопластический гемоцит, округлой формы с большим вздохным полиплоидным ядром и аномальным актиновым цикл скелетом, напоминающим иглы ощетинившегося ежа. Здесь приведены фотографии гистологических срезов тканей мидий на поздних стадиях диссиминированной неоплазии. Препараты покрашены гемотоксилен и азином. Черные граммовые, черные зерна, которые вы видите повсеместно, это ядра раковых клеток. Вообще болезнь начинается с гемолимфы, потом неопластические гемоциты инфильтруют все ткани и органы, частично замещая их. На поздних стадиях рака мидия в основном состоит из раковых клеток. Закончим с диагностикой рака, перейдем к генетикированию. По аутосомным диплоидным признакам у животного ожидаешь найти два аллеля. Либо с одинаковыми нуклеотидными последовательностями, тогда это будет гомозигот, либо с разными гетерозиготами. Если животное поражено трансмиссивным раком, то в его тканях, помимо двух собственных аллелей в здоровых клетках, должны детектироваться раковые аллели в раковых клетках. Для диагностики трансмиссивной неоплазии у мидий их ткани генетипируют, в том числе по полиморфному маркеру фактор элангации 1 альфа. Множественные аллели различают методом молекулярного клонирования, либо иным способом, иным методом, позволяющим различать аллели смеси. Для надежности рекомендовано параллельно генетипировать гемолимфу как наиболее поражаемую болезнью ткани и мышечную ткань как наименее поражаемое. Здесь показана филогения аллелей этого локуса всех мидий с трансмиссивной неоплазией, изученных на начало прошлого года. С тех пор данных стало больше, но если бы я их добавил на филогению, она не влезла бы в слайд. В названиях аллелей закодированы уникальные номера мидий, а цвет кружков соответствуют местам сбора этих мидий, как показано на карте. На всякий случай скажу еще раз. У каждой мидии ты детектируешь несколько аллелей. Все они идут в филогенетический анализ. Если аллели похожи, они группируются вместе, если различаются, группируются раздельно. Кстати, на минимальном уровне сходства выявляются два кластера. В один попадают аллели мидии сведобных митилис-эдрюш, а в другой аллели двух других видов мидий. Мидии тихоокеанской митилис-трофилен и мидии чилийской митилис-чалензис. Давайте найдем метафилогении аллели мидий ЕЮ-7, РУ-161 и Р-41. Голубые стрелки указывают на все аллели, найденные у мидии ЕЮ-7. Это мидия съедобная митилис-трофилензис из Франции. Синяя точка на карте. Красные стрелки указывают на все аллели, найденные у мидии РУ-161. Это мидия тихоокеанская митилис-трофилензис. Из России красная точка на карте. Зеленые стрелки указывают на все аллели, найденные у мидии Р-41. Это мидия чилийская митилис-чалензис из Аргентины. Зеленая точка на карте. Посмотрите, у всех этих мидий трех разных видов. Из разных частей света по четыре аллеля. И у каждой встречаются аллеля групп G и H. G и H маркируют линию трансмиссивной неоплазии, которая называется БТН-2. Это линия родственная митилис-трофилюс, то есть нулевым пациентом была митилис-трофилюс. А прочие аллели принадлежат мидиям, хозяевам рака. Мидии болеют еще одной линией трансмиссивной неоплазии. В ТН-1 она маркирована аллелями S и R. Как и предыдущая линия ВТН-2 ВТН-1 произошла от митилис-трофилюс. Как-то так проводится диагностика трансмиссивного рака. Это портреты всех животных, болеющих трансмиссивными раками. Из малюстов это четыре вида мидий. Они проиллюстрированы одной фотографией, потому что все мидии похожи друг на друга. Это три хорошо нам известных ракушки. Балтийская ракушка Макома Балтика, песчаная ракушка Мия Ринария и сердцевидская Церастодерма Эдулия. И еще два вида семейства Венерида Венус, Верукоза и Полититатис Ауреус, которые нам знакомы хуже, потому что они не живут в северных морях. Они живут в морях Западной и Южной Европы, в том числе в нашем Черном море. Пожалуйста, запомните эти названия Венус и Полититатис. Собаку и тасманийского дьявола представлять не надо. В таблице приведен список всех известных линий трансмиссивного рака с указанием видов доноров, то есть у кого возникла линия, и видов хозяин, то есть у кого она паразитирует. В красном в таблице выделены случаи, когда вид породил не одну, а две линии трансмиссивного рака. С одним таким примером мы уже сталкивались. Тихоокеанская медиа Митилюс-Троссилюс породила две линии трансмиссивной неоплазии БТН1 и БТН2. Другой пример это Царостодерма, сердцевидская Царостодерма Эдуле, которая породила две линии трансмиссивной неоплазии Царостодермы. И третий пример это тасманийский дьявол, который породил две независимые линии трансмиссивного рака, лицевая опухоль тасманийского дьявола. Синим цветом в таблице выделены хозяева, которых паразитируют чужие линии трансмиссивного рака, то есть которые возникли у других видов. Опять же, один пример это Мидия, БТН-2, которая возникла у Митилюстросилюс. Этой линии помимо самой Митилюстросилюс болеют другие виды рода Митилюс. А другие два примера это те самые ракушки семейства Венериды Полититапис и Венус, которых паразитируют трансмиссивные неоплазии, произошедшие от других видов того же семейства Венерупис и Хамелея соответственно. Интересно, что несмотря на целенаправленные поиски у этих видов доноров, породивших рак, пока не нашли. Если говорить о трансмиссивных раках млекопитающих, то это трансмиссивная венерическая опухоль собак или эстерити, которая, как понятно из названия, передается венерическим путем и две линии лицевой опухоли космонийского дьявола. Здесь раковые клетки передаются со слюной и кровью, когда дьяволы кусают друг друга. Трансмиссивные раки млекопитающих это не лейкозы, это так называемые солид туморс, твердые опухоли. По времени открытия одну линию тасмонийского, болезни тасмонийского дьявола впервые отметили в 1996 году, в 1996, другую в 2015 году, а STVT известный испокон веков. Первооткрывателем трансмиссивного рака считается Мстислав Александрович Новинский, который объяснил этиологию трансмиссивной венерической опухоли собак в 1876 году. Послушайте, что он пишет. Из этих опытов видно, что при благоприятных условиях кусочки раковой опухоли, перенесенные под кожу собак, прививаются, и что зародительность ракового новообразования не подлежит сомнению. Опыты продолжаются. Подробное описание наших исследований появится в непродолжительном времени. Он пересаживал кусочки опухоли от больных собак здоровым и показывал, что здоровая собака заболевает раком, опухоль переживается и потом развивается. И мы его считаем, конечно, немного условно первооткрывателем трансмиссивного рака. Также он сегодня признан основоположником экспериментальной онкологии. В связи с этим интересно, что после защиты магистерской диссертации, где он обнародовал свои результаты, продолжать научную работу ему не предложили. Он до конца жизни работал ветеринаром на железной дороге, выписывал справки на перевозку домашних животных. Студентов и аудитории мало, можно это сказать. Теоретическое значение СДС можно обсуждать долго, но я буду краток. Это особый тип инфекций, которых известно всего шесть. вирусы, бактерии, грибы, паразиты, прионы, трансмиссивный рак. Трансмиссивный рак — это одноклеточная форма многоклеточной жизни, клеточные линии многоклеточных животных, перешедшие к самостоятельному паразитическому существованию. Мы верим, что многоклеточные произошли от одноклеточных, линии трансмиссивного рака демонстрируют обратный переход. Линии трансмиссивного рака — это компонент биоразнообразия. Одноклеточные виды паразитических собак, мидий и так далее. Десять известных линий СТС — вероятно, вершина айсберга. До открытия недавнего множественных линий трансмиссивной неоплазии. у двустворчатых моллюсков гипотеза трансмиссивного рака вообще не рассматривалась никем серьезно. Ну и наконец, трансмиссивный рак — это угроза. Почти всегда смертельная болезнь, часто вызывающая эпизодии. У человека трансмиссивный рак не обнаружен, но у человека известны демоверсии трансмиссивного рака, иммортилизированы лабораторные линии раковых клеток, например, старейшая культура Хила, которая существует в культуре с 1951 года. В самое последнее время были обнародованы результаты уже настоящих геномных исследований трансмиссивных раков. Не все эти работы еще нашли свое место на страницах престижных журналов, некоторые существуют доступны в виде припрыг. Я почти ничего не понял из этих работ, а то немногое что понял, хочу обсудить с вами. Ты можешь себя тешить мыслью, что трансмиссивные неаплазии это одноклеточные мидии. Если ты хоть что-то понимаешь в мидиях, значит ты можешь что-то понять в трансмиссивных неаплазиях. К сожалению, трансмиссивные раки это в первую очередь раки. Как и у обычных раков, их геномы переполнены мутациями всех сортов, и они копят их с завидной скоростью. Имея подробно генотипированные выборки трансмиссивных раков разных лет сбора, можно видеть, как спектр и плотность мутаций меняются во времени. Так, например, при анализе геномов БТН МИА Аринария Харт и Саатор обратили внимание на категорию мононуклеотидных мутаций, названную ими Substitution Signature S, чья частота встречаемости в геномах, собранных в разные годы, прирастала во времени линей. Эти данные приведены на графике, где по оси обсыт отложен год сбора неоплазии, а по оси ординат плотность Signature S мутаций миллигабайт генома не запронутых участков генома не запронутых недавними перестройками. Чем позднее собран рак, тем больше в нем этих мутаций. Они взяли эти данные, использовали молекулярные часы эволюции и предсказали возраст появления этой линии трансмиссивного рака, который по их расчетам возник 350-900 лет тому назад. Сходный анализ данных по ракам млекопитающих дал следующие результаты. Одна линия лицевой опухоли тасманийского дьявола появилась в самом конце прошлого века, вторая в самом начале этого века, то есть примерно в то же время, когда их впервые нашли ученые. А вот возраст СТВТ собачьего рака составляет от 4 тысяч до 8 с половиной тысяч лет. Трансмиссивные раки бывают молодыми, бывают достаточно старыми, и непонятно, как они справляются со своим грузом мутаций. Ведь не все мутации селективно-нейтральны, как с большой долей вероятности селективно-нейтральны, сигнуча С мутации у неоплазиемии. Считается, что клональные клеточные линии, как и аганные виды, особенно уязвимы для вредных мутаций. В клональных популяциях, в отсутствии полового процесса и рекомбинации, особи имеют мало шанс оставить потомство, более приспособленное к условиям существования, чем они сами. Эта идея проиллюстрирована на данной схеме. Здесь три диплоидных локуса, по каждому два гаммологичных аллеля, красные и синие точки, это мутация, и несколько поколений. Посмотрите, в клональной клеточной линии все мутации, которые были у родителя, весь комплект, без потерь передается потомку. Плюс у него еще свои новые мутации. Гомологичные аллели дивергируют независимо друг от друга, дивергируя, как будто бы они независимы эволюционной линии. Мутаций все больше и больше, и мы верим, что те мутации, которые оказывают влияние на приспособленность, в основном вредны. Другая проблема связана с тем, что в отсутствии генетогенеза и связанного с ним механизма контроля уровня митохондриальной изменчивости, митохондрия таких соматических линий оказывается слабым звеном и быстро теряют функцию под грузом мутаций. Как со всем этим борются амебы, я не очень понял, но у них было несколько миллиардов лет, чтобы научиться. А ученые бьются над вопросом, как эти проблемы решают трансмиссивные раки, которые появились десятки максимум тысячи лет назад и над ныне живущие трансмиссивные раки. И пока есть только хорошая гипотеза, как они решают проблемы с митохондриями. Оцените пелогенеи полных митохондриальных геномов СТВТ и собак слева и трансмиссивных неоплазий сердцевидки и самих сердцевидок справа. Здесь генотипы хозяев даны черным, а генотипы трансмиссивных раков даны цветом. Также с трех и двух цветов указывают на митохондрии двух разных линий трансмиссивные неоплазии Церастодерма Этоли. У нее же две разные линии есть. Посмотрите, разнообразие митохондриальных геномов трансмиссивных раков этих трансмиссивных раков выглядит как субвыборка из разнообразия митохондриальных геномов хозяев. В то время как ядерные геномы раковых линий клональные и представляют ДНК нулевых пациентов особей, у которых эти раки появились впервые. Их митохондриальные геномы поликлональные и сформировались в результате неоднократного горизонтального переноса митохондрий от хозяев раков. Трансмиссивные раки воруют митохондрии у хозяев. старая рачья митохондрия заменяется краденой или рекомбинантом между ними. Ученые думают, что так они решают проблемы с нефункциональными митохондриями, которые быстро теряют у них функциональность из-за груза мутаций. тогда они их заменяют. Хотя теоретически это может быть и нейтральный процесс. Просто клептомания. Если можешь украсть митохондрию, почему не украсть? Кажется, что главный вопрос исследований СТС следующего. Ядерные геномы рака эволюционируют строго клонально или все-таки возможна рекомбинация с участием экзогенной ДНК, ДНК хозяев, других клонов или линий рака. Пока ответа на этот вопрос нет, но тем временем была показана в прозапрошлом году парасексуальная рекомбинация у обычных раков. Результаты работы Нарышниченко из-за авторов тематически изображены на схеме. Они наблюдали спонтанное слияние клеток карциномы с разными наборами мутаций. В результате слияния образовывался гибридный полиплоидный синкария, в результате деления которого формировались клетки пониженной плойности с разными комбинациями мутаций исходных клеток. И исследователи в трансмиссивных раках надеются найти что-то подобное у своих объектов. Пока другие проводили прорывные исследования и боролись за место на страницах Нейча, наш коллектив изучал распространение и разнообразие трансмиссивных неоплазий в мидии в морях России, работая в рамках примерно того же подхода, в рамках которого все изучают биоразнообразие. На карте показаны места всех находок консмиссивных неоплазий в океане. Точки разного цвета и формы отмечают находки разных линей, разных линей рака в разных видах линей. Зеленые стрелки показывают постулированные пути антропогенных инвазий, просмиссивных неоплазий вместе с людьми, обрастателями днищ судов. А красные стрелки указывают на места наших находок. Мы нашли БТН-2 широко распространенного линейного у Митера-Стройского в Охотском море точка 8 на карте. Причем мы ее впервые нашли у родительского вида Митера-Стройского до нас почему-то никто не находился. Потом мы интерпретировали литературные данные и доказали присутствие этой линии у Митера-Стройского в Балтийском море точка 6 на карте. Потом мы нашли обе линии БТН-1 и БТН-2 у Митера-Стройского Охотского моря точка 9 на карте. И наконец обе эти линии мы нашли в Кольском заливе Барнисово море. Подробнее о результатах наших исследований я надеюсь вы скоро узнаете из предзащитных и защитного докладов Марии Александровны Сказиной главного эксперта о трансмиссивном неоплазии Митии. Если ученый совет, где председатель Андрей Игоревич присудит ей сразу же докторскую степень, я думаю, что все будут только за. Но пока это кандидатское исследование. То, что я рассказывал, или большую часть из того, что я рассказывал, но в более связанной форме можно почитать на биомолекуле. Я понимаю, что моя презентация выглядела мрачновато, поэтому хочу вам показать, как выглядит в эти дни наш кафедральный двор на 16-й линии. Спасибо. Спасибо, Петр Петрович. Вопросы? Я понимаю, что тут может быть море вопросов. вот у меня, например, сразу море. Ну давайте как бы, да, пожалуйста. Большое спасибо за это, Пап. Вопрос у меня такой, есть ли какие-то данные, может ли рак передаваться негридентально и вертикально потомкам? Смотрите, если вы пойдете в интернет, там будут страшные истории про дитя, который заразился плацентарно от мамы. Именно касательно меди. Я не думаю. но если они живут рядом, мать и дитя, то, конечно, обычным способом через воду можно заболеть. Как еще вертикально. коллеги? Здорово. А у тебя какая-то проблема у него с коммузацией профессионального рака не может решаться, просто ростом отбором клетка любая более-менее поврежденная, она просто гибает и совершает потомство. Это никому не мешает, потому что это клеток очень много. И кто-нибудь это будет более-менее нормально. как бы эти модели упоминался храповник Мюллера постулирует, что всякое поколение приспособленность будет снижаться при любой комбинации селективных факторов. Если отбор будет убирать все, что не присылается к другому, заданный перевал приспособленность, и будет оставаться только достаточно приспособленные клетки, то есть неважно количество всех получивших поколений, но они будут передавать лецепрогены. Так оно и работает. Мы сами победители в этом. С нами то же самое было. Проблема не должна быть большая. Считается, что должна быть большая. Теоретически. по-моему, тут нужно придумывать. Популяция клеток, она будет очень разнообразная всеносечная мутация, но если нет, выживут только единицы, которые этих мутаций не имеют, то это достаточно, чтобы переление противного. Коль оно поддерживается, может быть, этого и достаточно. Но упоминался герновая конверсия ракетин, наши раки не грешат, генная конверсия, это когда в каком-то этапе берете один гомолог и второй заменяете его копией. И таким образом избавляетесь от этого избытка гетерозиготности и от мутации для одного из гомологов. Эти так не делают, они вышвыривают тот гомолог, который им не нравится. От этого у них нельзя определить плодность нормально, поскольку они переменны по геному. То есть их корчат от этих мутаций, по крайней мере. И они должны придумывать механизмы борьбы с ней. Такой процесс предполагает Мюллера пистолировался для нефункциональных генов, а геносфункциональных червенов. Предполагает Мюллера это вот этого хрень плюс генетический дрейф. Но правильно, как в данном большой пеплее затрагирует гены, которые не подвержены давлению от боли, череподицируют. Каждое следующее поколение приспособленность ниже веточной линии. Это раз. Потом, когда мы рассматриваем популяцию клональную, то в ней потеря приспособленного клона под действием дрейфа не может быть восполнена. Потому что другого такого приспособленного она не сможет породить. Вот два этих механизма все больше и больше вредных мутаций. И дрейф собственно это то, как я понимаю Храповник Меллера, популяционно-генетическая концепция. И речь о вредных мутациях. То есть нельзя сказать, что это нефункционально. что-то что-то вредных мутациях. Что-то вредных мутациях. можно довести до недели, может быть, больше. Гемоцид будет просто в воде жить. Но это экспериментальные условия, где все зависит от того, насколько ты хорошо подберешь антибиотики, фунгициды и так далее. Насколько хорошо будешь стерилизовать воду. Довольно сложно в лаборатории воспроизвести это. Но вот они живут довольно долго. днями даже неделями в воде экспериментах. Воджки или группы известны про природу? Ничего неизвестно. В природе они это меряют через и ДНА. Просто определяют концентрацию. Что над, допустим, популяциями минии инфицированных. Просто столб стоит ДНК вот этих раковых клеток. Только так косвенными методами они в природе это делают. Плавают ли они стаями не знаю. Ну бы хорошо. Еще такой вопрос. Вы говорили, что происходит в итоге замещение органов структур морюзка. Как происходит в смысле они выделяют какие-то вещества, которые убивают клетки? Они замещают. Они так размножаются неистово, что они все забивают я так понимаю. все долезло. Здоровые там все равно остаются. Она выглядит с парикон контуры тканей органов, когда ее открываешь. И она так вытекает на себя. В коллективе такие сильно больные завались вонючками. Сразу же видно, что да. То есть видимо они что-то выделяют, что разрушают из себя. Или за счет этого уже я думаю, что за счет пролиферации своей. безумные. Они очень быстро делятся катастрофическим выставкам. И все добивают, замещают. А культуру не пробовали просто выводить? мы работаем с профессором Одинцовой Эли Адольфовной с Дальнего Востока. Она их в культуре держит. Но у нее не было пока задачи выяснить, насколько они будут жить в культуре. Вот сколько ей было нужно, сколько это недель, я не помню. Они у нее жили. То есть по крайней мере на таком коротком персистирующей или они там размножаются? По-моему, они там размножаются. Но я не могу сказать. Я понимаю. первичный я не могу сказать. Континьюс айлайн а вот именно тайм это просто взяли сандер сандер в целом люди там вытянут. Это кмены одних. Дима вопрос про мидохондрию. что-то где-то пропустил. Собственно, каким образом он не приобретает здоровый мидохондрию. Я не знаю, как технически делают. Просто отвечать по-моему, что у них появляются здоровые мидохондрии. Или рекомбинанты между старыми и малыми. Но они самозаразиться не могут. Они их воруют. А механизм рекомбинации не полагаем какого? Не знаю. Вы лист результат 12 и все. Да, да, да. Петрович, по поводу этих датировок. Ну, раз это все молодые, ну, кроме собак, молодые события, то что там до 200-300 лет их не было. То есть, по идее, они должны как бы накапливаться в ходе эволюции. случаи вот этого раунда. наверняка появляются и исчезают. И мы этого не видим, поскольку не смотрят. Они все время должны появляться и исчезать. А избранные становятся такими стабильными. То есть, нужно предполагать какой-то механизм, который вычищает эти какие-то отдельные линии. иначе они просто все вызовут. конечно. Считается, что они появляются и исчезают. А вот таких долгоживущих стабильных линий не так много, но вероятно, мы далеко не о всех знаем. Потому что не думали об этом. Пожалуйста. По механизму мне вопрос. У моллюсков не думают. У них там глобулина огромное количество. У вас клетка некого нулевого пациента, который приходит в организм хозяин. Хозяин счастливый спец. Он же что-то с ним наверняка делает. Есть познавание. Да, наверняка. подается они избавиться, да? Или как? Видимо, не всегда, судя по тому, что они продолжают существовать как паразиты. Просто интересно, может, он достаточно успешно с этим борется? Кстати, как часто встречает у нас на Дальнем Востоке в среднем 5% заболеваемость крупных мидий, там больше двух с половиной сантиметров. В Европе меньше процента, а те популяции, в которых очень большая, очень большое число особей болеют диссимированные неоплазии, как, допустим, в Японии или по Тихоокеанскому побережью Канады. Там никто не проверял этиологию болезней. Там диссимированные неоплазии вызывают эпизодии, но мы пока не знаем, трансмиссивный ли это рак. У нас, вот я сказал, по опубликованным нашим данным, какая заболеваемость. А белок моря не встречаются? Но в ограниченном материале не попадалось. А не проводили вам эти связи с какими-то параметрами следы, забрязнения, где-то рак появляется, или там что-то еще может быть? Мы только предварительно это проверяли. Как бы всегда считалось, что тем ближе короче говоря, что рак он от грязи короче говоря. по Охотском море не так. Чем ближе к городу, тем его меньше, чем дальше, как кажется, тем его больше. Мы планируем такое исследование сделать, но пока он не мечается. Я думаю, что туда привезли их с кораблями северным морским путем с Дальнего Востока. Ну или наоборот. Да, может быть. Индиевая банка как раз милое дело, что все это было. Или моря культура. Что получается, они передают достаточно быстро. Одна умирает достаточно быстро, другая. Мы не знаем, насколько быстро она умерла. Все поселение осталось с Газоном, но вообще поселение гибнет, и оно сохраняется. Поживем, увидим, не знаем. Мы два года только научились определить. эмоцид нефункционален, да? Думаю, нет. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Борис, что в случае, который мы сейчас знаем, как вам кажется, еще безпознавших можно ожидать каких же заболеваний? это вещество касается ? Я не знаю. я бы поискал у других моллюсков, кроме мидии, которые немножко надоели. Моллюсков не надо было, но или только у двустворчиках? Я бы поискал у двустворчиках, но наверное надо у всех искать. Спасибо. Вы упомянули в ответе про антибиотики, это не важно. Я сложила с таким впечатлением о стеоникальном предприятии, что может промышлен культивировать моллюсков, и она может передавать рак, что может быть через место, где их выращивают, проводят антибиотики. Я имел в виду, чтобы экспериментально изучать гемоциты в воде, гемоциты в воде, в аквариуме, ты должен использовать фунгициды, антибиотики, ультрафиолет, для того, чтобы они бы не умирали. По крайней мере, в ограниченном объеме нельзя воспроизвести то, что в море происходит. Они всегда используют, подбирают химикаты, чтобы культуру их держать, что личинок, что клеток. Способов борьбы и промышленных масштабов соединений или ванных соединений. По-моему, аудитория испугалась. Некоторым замешались. Находится и думает о жизни, потому что здесь прозвучало целый ряд таких феноменов природных, на которые сразу собственно исследование находится на более на феноменологическом таком уровне, когда именно первые этапы. Но, по-видимому, тут загадок было раскрыто. Есть ли еще вопросы? Есть онлайн комментарий в чате от Алексея Анатольевича Потехина. Чуть ранее, когда была дискуссия, я не успела, не хотела прерывать, поэтому я сочетаю сейчас. Он написал, тем не менее, этот процесс, который описывается моделью храпевика Мюллера, все же вероятностный. Уникальная редкость и малое число линий трансмиссивного рака говорят в пользу того, что более адаптивные сочетания мутаций все же возникают, но исключительно редко. При этом раковых клеток очень много, так что какой-нибудь может получиться удачно. Плюс есть еще фактор индивидуальности хозяев. Какая-то линия рака может лучше подходить к конкретной популяции или даже особи хозяина. К сожалению, микрофон не работает, поэтому пишу. Спасибо за доклад. Спасибо, Алексей. Коллеги, я не спорю с тем, что они справляются с этими проблемами, иначе бы их не было. Вопрос как они это делают? Вопросов если нет больше, все тогда. Спасибо еще раз. Коллеги, на этом закончили. На этом оказывали наше заседание 68-е течение памяти революционного года. Спасибо всем учащим за активность и интерес отоплать и отоплать 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 и отоплать белый отоплать